всем привет мне очень интересовал вопрос когда меня спросят как же сделать так что автомобиль не двигался после окончания бензина если вы помните да у автомобиля имеется значение current food то есть данное текущее состояние бензобака ну допустим здесь 1 литр остался то есть в данном случае он быстро закончится у меня давайте поехали все бензин закончился но автомобиль едет я сейчас даже им не управляю то есть ему без разницы у него всегда постоянно максимальное значение и как бы очень давно я думаю когда же напишет такой вопрос и уже написали смотрите чтобы это исправить нам необходимо в автомобиле там где у нас обрабатывается состояние бензина то есть у нас я создавал функцию бак минус это вот где у нас вычитает определенное значение записывает значение текущего бензобака сверяет его и если она данное текущее значение меньше или равно нулю то мы записываем 0 и как бы глушим автомобиль то есть вот это переменную переключаем false это мы заглушили автомобиль и он нас по сути здесь должен перестать двигаться ну как это сделать мы можем во первых поставить такую ноду как давайте переключимся на английский язык stop movement immediately это у нас такая штука которая останавливает движение но она обновляет скорость и также обновляет ускорение то есть автомобиля если мы это поставим будет небольшой косячок то есть да он действительно остановится автомобиль давайте посмотрим и остановится как ускорение но так и скорость то есть он резко быстренько остановился и все ему без разницы ладно но это кстати тоже можно использовать но в данном случае она не совсем подходит также имеется моды еще как ступ стоп момент кип и пэфинг это у нас тоже самое штука останавливает движение сбрасывать в общем скорость автомобиля но продолжает следовать так скажем пути но в данном случае это образно не сбрасывается ускорение какую-то сторону да но она тут тоже не будет нормально работать потому что давайте но тоже запущу как видите да он сразу у нас буквально становился но почему это происходит потому что это у нас стоит на по сути тики да не на тики но на таймере вот это у нас функция бензобак у нас как раз таки вот это происходит считывание здесь значение топлива то есть если это не стояло бы на тики она бы отлично бы нам подошло вот это не совсем подходит а вот это подошло бы но так как она у нас стоит в таймере образно да вот этот нам уже тоже не подходит но вы имейте ввиду вы это можете где-то использовать но что необходимо тогда сделать по-другому окей если нам эти ноды не подходит мы можем использовать другую ноду тоже принципе очень хорошая мы должны записать decrease throttle input это у нас уменьшение как она называется в общем типа форсунки я не знаю как как она появится более правильно то есть в общем мы образно подаем меньше топлива и автомобиль перестает ехать данном случае до заместо значения нулевого мы подадим значение единица то есть мы подадим максимальное значение давайте посмотрим как это работает все то есть мы по сути вот заглушили автомобиль давайте вперед проедем резко то есть мы продолжаем еще какое-то время двигаться и все но автомобили заглушен бензин у нас кончился мы максимум что можем только вот ничего не делать как бы да но есть еще смотрите какие нюансы вы можете во время движения выключить автомобиль то есть выключить зажигание и в данном случае она у нас тоже нормально не отработает потому что это у нас относится именно только когда мы выключаем автомобиль по отношению к бензобаку а если мы сами вручную выключим автомобиль он у нас тоже поедет вот я заглушил автомобиль и он сейчас едет я даже не нажимаю клавиши вот бензин закончился и автомобиль сам даже остановился как это исправить очень просто на движение вперед назад по сути да мы можем поставить вот так как у нас здесь идет проверка заведен ли автомобиль натру мы выполняем действие движения вперед на фолз мы можем поставить то же самое до decrease throttle input мы ее на фолз вставим тоже значение единица и если мы в движении выключим наш наше зажигание он тоже останавливается вот это очень решает все проблемы по сути давайте быстренько я сейчас увеличу топливо выключая во время движения вот он у нас остановился но колеса немножко и продолжали крутиться но это принципе с одной стороны нормально потому что там у нас переключение какое-то время занимает а колеса продолжает крутиться с тем основным моментом если мы заведем заново и и нормально поедем давайте поедем спиной как говорится посмотрим сейчас топливо на закончилось но автомобиль что у нас также продолжает движение назад это мы тоже немножко подправим так по сути по сути вот это должна была штука отработать но бензин у нас закончился отработала чем же проблема но давайте еще тогда попробуем добавить даже я не знаю сейчас подумаем и в общем то можно с этим решить единственное что я предполагаю что это сначала после того как мы выключаем двигатель нам нужно проверить на скорость потому что вроде я протестировал да наш гаукар то есть наше переменное движение да то есть она переключается на форс и вот эта штука в данном случае не не отрабатывает когда включена задняя передача попробуем сделать так так и get target получается gear поэтому и смотрим какая передача у нас включена делаем сравнение то что она должна быть меньше нуля ставим естественно branch если force мы ставим вот сюда а если у нас передача меньше чем 0 то есть чем нейтралка да это минус какое-то значение то мы будем если у нас вот эта не отрабатывает то нам только лишь остается поставить какую-то из этих стоп момент но я поставлю пока вот эту то есть которые дает углы но в данном случае она не даст потому что у нас здесь естественно стоит таймер ну давайте проверим что у нас получилось вот сейчас мы поехали назад и соответственно у нас все так ну давайте чуть больше на бензина поставим вот мы разогнали задние и вот резко останавливается естественно как бы чтобы не нажимали теперь он не продолжает даже назад но если у вас есть какое-то гениальное решение как это можно предотвратить пишите в комментариях будем исправлять эти нелепые действия в общем до скорой встречи всем пока